Молоко сорта «Экстра» и пополнение парка сельхозтехники, чем сегодня живет открытое акционерное общество «Ласицк». В хозяйстве только завершили первый укос, все силы теперь сконцентрированы на подкорме кукурузы и заготовке сена. А там уже и к уборочной кампании нужно будет приступать. Без малого 50 лет на одной ферме и в одном хозяйстве. Бригадир Вера Поличук обходит своих многочисленных подопечных. В течение дня она контролирует ход всех рабочих процессов, следит за состоянием животных, за их кормлением, здоровьем, ведет учет молока, привесов. В ОО «Ласицк» своя арифметика у дой с каждой буренки в среднем 20 литров. Нормально работает. Кто любит свою работу, то он всегда нормальный. Я привыкла к этому. Начинала я сразу селекционером, 7 лет работала, потом пошла на главного и все время главного. У работников сельского хозяйства легкого хлеба не бывает. Жаркая пора всегда по календарю. Зона ответственности главного инженера хозяйства Александра Советского, мастерские. Пройдет еще немного времени, начнется уборочная кампания. Вся техника должна быть в строю. На данный момент мы находимся в ремонтных мастерских ООО «Ласицк», который находится в деревне «Ласицк». Здесь производим мы текущий капитальный ремонт техники. На данный момент здесь находится у нас трактор МТЗ-82, производим ремонт двигателей. И КВК-800 ремонтируем тоже двигатель своими силами. В конце июня в хозяйство соберут азимы ячмени рапс. На повестке дня подготовка зерноуборочных комбайнов и зерносушильного комплекса к началу уборки зерновых. Мы набрали неплохой оборот. Даже если 10 дней назад мы радовались тому, что впервые в истории нашего хозяйства мы продали 25 тонн молока, то сегодня мы продали уже 27 тонн молока. За 10 дней плюс 2 тонны – это хороший результат. И это благодаря работе слаженной команды зоотехников, ветврачей, специалистов по кормопроизводству. Получается, что есть тенденция к росту. Основной продукт, который производит ООО «Ласецк» – молоко сорта «Экстра». Чем больше надое, тем выше показателей, значит больше финансовая прибыль. Соответственно, открываются новые возможности для повышения заработной платы и обновления технопарка. Мы приобрели уже документально, но завтра просто его надо физически привезти, новый трактор энергонасыщенный МТЗ-22.3, который нам необходим для заготовки стеножа в полимерную упаковку. У нас есть предподборщик, который все это предназначен для этого дела, но ему не хватало агрегата. Заключаем контракт на поставку грузового автомобиля самосвал МАЗ. Тоже он изготавливается 150 дней, потому что обновление машино-тракторного парка происходит постепенно. ООО «Ласецк» – это 5200 гектаров земли и 220 гектаров арендуемой земли, где выращивают кукурузу на зерно. Из нее производят комбикорм собственного размула. По стеножу мы имели запас прочности, у нас до сих пор мы еще прошлогодним стеножом пользуемся, хотя уже заложили 4 траншеи порядка 8 тысяч нового стеножа. Но еще у нас стоит задача, чтобы до закладки нового силоса нам хватило прошлогоднего кукурузного силоса. Если у нас так получится, то в этом году у нас есть все шансы выйти на полуторагодичный запас травяных кормов, и тогда уже будет определенная подушка безопасности в производстве мясомолочной продукции. Хозяйство немало делает и в социальной сфере – это сельский ФАП. Здесь силами открытого акционерного общества делают капитальный ремонт. Сейчас мы находимся в фельдшерско-акушерском пункте деревни Желкино. Сейчас здесь происходят ремонтные работы, плановые работы по замене водопровода, установке нового водопровода, установке скважины. В общем, все как нужно. Для того, чтобы была элементарна вода, ну и по санитарным требованиям это также прослеживается, то есть, чтобы ФАП был оборудован всеми необходимыми требованиями. От посевной до уборочной напряженность работ в сельском хозяйстве только увеличивается, так как необходимо уже осенью заложить основу урожая следующего года. Так что аграриям отдыхать совсем некогда.